Девушки отдыхают Что вы меня тут лечите вообще, блин? Гнойная *** тут собрались вообще. Такого вы не видели никогда. Нет, не надо, нет, нет. Займитесь свое место, пожалуйста. Все это в программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Слушание, дело закрыто. Сегодня в программе. А в каких отношениях вы находитесь с мужем и са? Два года были любовниками. Он как бы обещал жениться на мне, но мне в принципе как бы не надо, потому что меня интересуют только деньги. Ольга Маратова получила в подарок от любимого мужчины стиральную машину и другую бытовую технику. Через месяц к ней явилась жена любовника и потребовала вернуть имущество. Подождите, естественно, подождите раздеваться. Вот, смотрите, там тело совершенно другое. Оденьтесь, естественно. Модель Вероника Токарева обнаружила в журнале свою фотографию, на которой она гораздо полнее, чем в жизни, и самое страшное в белье фирмы, с которой у нее нет договора. Молодец! О, Боже! Я хотел это делаться, но... Ну, вы все-таки это сделали. Арендатор квартиры перестал платить за жилье. Хозяйка обратилась в суд. Аргументы, с помощью которых молодой человек доказывает свою правоту, открыли ужасную тайну мужа Самойловой. В иске обозначены три апельсина. Вы подтверждаете, что вы беременна от ИСЦА? Да. От кого я еще не могу быть беременна? Я не знаю. Вы в стриптиз-клуб пошли с пенсионными деньгами. Судья Николай Бурделов рассматривает любые иски. Самые скандальные дела в программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Приставы выведите из зала. Истец Инна Хабенцева требует изъять имущество, незаконно находящееся у Ольги Маратовой. Ответчик с иском не согласна. Бытовую технику отдавать отказывается. Заявляет, что получил ее в подарок от мужа ИСЦА. Прошу садиться. Слушание дела открыто. Истец Инна Петровна Хабенцева. Слушаю вас. Хабенцева, с вашей. Еще раз. С вашего позволения. Хабенцева Инна Петровна. Хабенцева, извините. Извините. Слушаю вас. Ваша честь, я выставляю иск против вот этой вот Маратовой Ольги Валерьевны. Я требую, чтобы она вернула мое имущество. Какое имущество? Прекрати, ты прекрасно знаешь. Стиральная машина. Уже? Кухонный комбайн. Да, да, да. И микроволновую печь. Так. Которую незаконным образом она присвоила. Я требую, чтобы она вернула. Как я могу незаконным образом присвоить печь? Ответчик, ваше имущество. Ваша честь, мы с мужем владельцы магазина. Я очень устала и решила поехать отдохнуть. Ну, надо было брать мужа, и я поехала все отдыхать. Естественно, одну минутку. Ответчик. Да. Встаньте, пожалуйста, лицом к суду. Да. Вот так. И, пожалуйста, помолчите, пока я разговариваю с этой сумкой. Да, да, да. Снимите, пожалуйста, сумку, поставьте сумку на стол. Пожалуйста. Все. И молчите. Да, сюда. Хорошо. Слушаю вас. Накануне мы с мужем очень серьезно поругались. Он не хотел, чтобы я уезжала, но сил совершенно никаких не было. Поссорились крепко, и я уехала все равно. Отдыхаю себе прекрасно. Звонит приятельница. И говорит, твой дорогой собрал барахло все, и куда-то уехал. И видела, что он шляпится с какой-то... А какое он барахло собрал? Что значит все? Собрал свои личные вещи. И кто это дорогой? Объясните суду. А дорогой это мой супруг, Хабирцев Владимир Николаевич. Так. Я ему звоню по телефону и говорю, знаешь что, верни все назад. И сам возвращайся. Мало ли что мы поругались. Все бывает. Приехала домой. Хорошая жена, муж убегает. Приехала домой после Турции. Муж дома, дорогая моя. Ну что же делать? Дома ждет жену. Какой муж? Личные вещи есть, а техники нет. Спрашиваю, куда дел-то? Он говорит, в ремонт отдал. Какой ремонт? И вещи сразу. Я нажала на него как следует. Он раскололся. Оказывается, у него есть. Они у него всегда, правда, были. Ничего не могу сказать. Так если бы вы знали, что у него всегда были любовницы. Да, милая моя. Как вы из кем не бывали. Ответчик, я делаю вам замечание. Хорошо. На первый раз. Великая напасть. Из дома он взял первый раз вещи. Такого у нас никогда не было. Я прихожу к ней, начинаю все требовать. То есть я так понимаю, что, истец, женщины были у вашего мужа, а вещи он не выносил. Она же знала. Пришла к ней, все рассказала, сказала, все отдам. И ничего не возвращаешь. Вы пришли, истец, вы пришли к ответчику и заявили. Что это мое? Мое. Вы обнаружили эти вещи у ответчика? Я все прошла, все видела. Все видела. Все три вещи, названные мое. А вы спросите, каким образом? Она ко мне в квартиру попала. Я позвонила, а дадала. Ответчик, я попозже спрошу вас. Хорошо. Слушайте. Короче говоря, пообещала, не дает. Не отдам. Дело все в том, что муж мой, конечно, ну что, седина в голову, как-то без в ребро. Он к ней ушел, пока меня не было. Но когда я пришла, он-то вернулся. Техника должна быть тоже дома, вы понимаете? То есть он должен вернуться с техникой к вам? Ушел с техникой. И вернуться должен с техникой. Ответчик, вы иск признаете? Нет, конечно, не признаю. По каким основаниям? По каким? Да. Потому что я ничего не брала. И какая мне разница, чьи эти вещи? Подождите. Вещи вот эти находятся у вас? У нее, у нее ваша честь, я видела. Потому что ваша честь, эти вещи, накануне моего дня о рождении. Вот я даже могу паспорт показать. 8 августа у меня был день рождения. Звонок перед днем рождения. Звонит Хабинцев Владимир Николаевич и говорит, дорогая, я к тебе сейчас приеду, и будет для тебя сюрприз. Приготовил подарок. Является. С чемоданом своих вещей. И с техникой бытовой. Да развеется он пошел, развеется. Микроволновая печь, кухонные гарнитуры. Как заносил-то он эти вещи? Сам? Сам. Сам. Я еще тогда спросила его. И спиральную машину сам? Ну, а что? Он мужчина такой, крупный. Вы не помогали? Вы что? Я что, должна надрываться, что ли? Технику таскать. Потом он ее устанавливал. Потом он ее устанавливал. Он вызывал людей, которые устанавливали. То есть вы не отрицаете, что эти вещи находятся у вас? Нет, не отрицаю. Они были доставлены вам? В качестве подарка. На ваш день рождения. Я еще тогда удивилась, посмеялась над ним, говорю, почему в качестве подарка вещи бэушные. А он говорит, ну извини, на первый раз как бы, а потом... Отвечу. Вы заключали договор дарения с мужем и сца? Нет, ничего. Ваша честь, у меня документы все есть. Подождите минуточку. Вы заключали договор дарения? Нет. Письменный договор дарения был с вами заключен? Нет. Не было. Понятно. Какие у вас есть документы, естественно? Вы знаете, у меня есть чеки о покупке, гарантийные талоны. Все есть. Все могу передать. Эти документы как раз на имущество, которое сейчас у ответчика. Вы находите дома, представьте. Передайте через судебного пристала. Нет, а почему я делала, какие-то бумажки требовать, мне без разницы. Причем здесь, мне главное, что у меня вещи, мне подарили в хозяйстве, они мне пригодятся. Да ничего он не дарил ей, Ваша честь, не дарил. Он же здесь, вы спросите его. Помолчите, пожалуйста, ответчик. А в каких отношениях вы находитесь с мужем и са? Мы два года были любовниками. Он как бы обещал жениться на мне, но мне в принципе как бы не надо, потому что меня интересуют только деньги. Я не работаю, живу за счет мужчин. Да, я это не скрываю, что живу за счет мужчин. Прекрасно, прекрасно. А мужчина ничего не сбежал сразу. Поэтому он ничего не сбежал. То есть вы рассматривали общение с мужем и са как заработок? Да. Правильно? Правильно. Хорошая работа. Да. А почему бы нет? То как умеет, то так и зарабатывает. Понятно. Истец, вы просите пригласить свидетелей Ваших? Да, я прошу, чтобы муж сам все рассказал. Ваша честь, пусть придет. Ну пусть расскажет, заходите. Пригласите, пожалуйста. Да, да, да. Мы сейчас послушаем подарки. То другое говорится. А делать вообще третье. Очень хорошо. Да это я должна. Свидетели места пройдите. Это наше имущество, милочка. Наше. Это разориться можно, если он из дома будет все таскать. Из-за проникновения в мое жилье. Я позвонила, ты откроешь. Ответчик, истец, давайте послушаем свидетеля. Ответчик. Подожди, Милич. Представьтесь, пожалуйста. Я Хабинцев Владимир Николаевич. Вы знакомы с истцом? Ну он же был любовник, два года. И ответчика вы тоже знаете. А это Марата Ольга Валерьевна. Свидетельство о браке. Пожалуйста, все есть. Если не нужно, пожалуйста. Да нет, я вам верю. Вы понимаете предмет иска? Да, конечно. Как вы к этому относитесь? Я хочу сказать, что я эти вещи, то есть эти предметы, бытовую технику... Скажите, пожалуйста, какие предметы бытовой техники? Это стиральную машину. Стиральная машина. Да. Еще. И микроволновую печь. Кухонный комбайн и микроволновая печь. И кухонный комбайн. Сказал. Я тебя еще не просила. Если ты уйдешь... Как они оказались у ответчика? Ваша честь, летом, когда мы последний раз поссорились с женой, я решил переехать к Ольге Валерьевне для совместного проживания. Взял свои личные вещи, взял вот эту вот стиральную машину тоже для комфортного проживания, чтобы у нас было все комфортно. И решил, будем так вот устроить новую жизнь свою, будем так вот устроить. С горяча, Ваша честь, с горяча. Взял, наверное, просто на это потратился. Свидетель, вы планировали проживать у ответчика только когда истец в отпуске? Я планировал создать новую семью, дружную, нормальную семью, соль. И поэтому я взял эти вещи для совместного проживания. Но потом, в процессе проживания, я понял, что какая-то оказалась стерва, женщина. Да что ты говоришь, что два мужа стерва тебя устраивала, она даже больше не может приготовить, нормально накормить меня, как мужа. Вот в чем дело, понимаете? И стали проживать. У нее только маникюр, тот фитнес. А почему ты не устраиваешь? Кукла? Потому что котлеточки, что ли, не готовила? Так я тебе не жена. Только в кровати и все. То есть вам не понравилось жить с ответчиком? Нет, конечно, мы не поняли друг друга, да, и я решил вернуться домой. То есть я забрал свои личные вещи. Нет, хорошая мужская психология. А когда уже вопрос встал, я сказал, что я заберу стиральную машину, вот эту бытовую свою технику, комбайн и микроволновку. Наши имущества. Наши, наши, наши. Мне не интересуют ваши имущества, ладно. Я как противник. Она вообще даже не стала мне дверь открывать, на звонки отвечать, телефонная. Свидетель, прекратите разговоры, вы уже надоели мне. Ну хорошо. А почему двое на меня нападают? Продолжайте. Никто на вас не нападает, естественно, помолчите. И когда приехала жена, она, естественно, задала вопрос. Стиральная машина, это же все-таки не иголка. Естественно, что видно, что ее нет. Она спросила, куда делись вещи. Я сказал сначала, что в ремонт отдал, потому что вроде как неудобно, да. А зачем вы так сказали? А потому что я хотел... То есть вы обманули свою жену? Я хотел все-таки добиться, будем так говорить, согласия, и все-таки думал, что у нее голова заработает, что она мне действительно вернет эти вещи. Но она когда она утерлась, будет так говорить, когда она утерлась, тогда уже все, я, естественно... Свидетель, ответчик, я штрафую вас на одну тысячу рублей, и вас, истец, тоже. За что, ваше честь, ведь в ремонт? За нарушение порядка в судебном заседании. Извините, ваше честь, извините. Я леди бомж, у меня нет. Мы сумеем взыскать. Даже не сомневайтесь в этом. Ну, извините. Продолжайтесь. Вот видите, какая она стервозная. Она тут здесь показывает свою сущность. Не надо оскорблять ответчика. Хорошо. Так вот, когда уже, я Жене объяснил о том, что вещи действительно не в ремонте, ну, бытовая техника я имею, да, что я перевез, будем так говорить, по глупости, просто по ошибке, перевез, будем так говорить, уже... По глупости. Какая глупость? Ничего себе глупость. Гольдия Валерьевна, да. Два года морочить голову девушке. Значит, ты ей сказал, что, я говорю, попробуй сама, реши по женской части, будем так, может, вы как женщины просто договоритесь, действительно, чтобы она вернула. Но я еще раз говорю, что эту технику я не дарил ей. Не дарил. Хорошая мужская позиция. Вот именно. Не, она обещала вернуть. А женщины разобрались между собой? С кузнечиком быть. Вот если бы они разобрались бы, нас бы здесь, наверное, не было, я так думаю. Суду все понятно. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Горячие разборки прямо в зале суда. Да ты приходил, уходил. Ты же мне клялся в любви. Незаслуженное обливание грязью. Ну, с*** ты, а я тебя обещаю, я тебя, блин, как быкнула. Ответишь ты. Ты вот ног не досчитаешься в сторону. Маленькие трагедии из-за больших глупостей. Все, вот я говорю, семейная жизнь и карьера, и вот все вообще, вот все рухнуло в один момент. Такого вы не видели никогда. Ваша честь. 11 лет мужа нету. Все это в программе Судебные страсти с Николаем Бурделовым. Рассмотрев открытым судебным заседанием заявление Хабенцевой Инны Петровны к Маратовой Ольге Валерьевне об истребовании из чужого незаконного владения стиральной машины, микроволновой печи и кухонного комбайна, суд решил требование Хабенцевой удовлетворить в полном объеме, обязать ответчикам вернуть указанное имущество. Вынося данное решение, суд опирался на статьи 301 и 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые дают право собственнику истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Решение сторонам понятно? Слушание, дело окончено. Решение суда. Иск удовлетворить полностью. Если ваш иск не принял ни один суд, не расстраивайтесь. В программе Судебные страсти с Николаем Бурделовым вы увидите дело, подобное вашему. Смотрите программу Судебные страсти с Николаем Бурделовым. Далее в программе. Подождите, естественно, подождите раздеваться. Вот, смотрите, там тело совершенно другое. Оденьтесь, естественно. Вероника Токарева зарабатывает своим совершенным телом. Из-за одной фотографии в журнале, на которой модель безобразно толстая и в белье фирмы, с которой не подписан контракт, она потеряла все. Молодец. О, Боже. Я бы хотел это делаться, но... Ну, мы все-таки это сделали. Константин Зотов задолжал хозяйке квартиры 24 тысячи рублей. Но Жанна Самойлова пожалела о том, что решила вернуть эти деньги. В суде открылась страшная тайна ее мужа. Самые скандальные дела. Как можно? Вот я даже могу вам показать мою грудь. Самые жестокие истцы. Самые наглые ответчики. Че вы меня тут лечите вообще, блин? Гнойная к**а. Тут собрались вообще. Такого вы не видели никогда. Нет, не надо. Нет, нет, нет. Займите свое место, пожалуйста. Все это в программе. Судебные страсти с Николаем Бурделовым. Слушайте, дело закрыто. Истец предъявляет иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и требует официальных извинений и опровержения. Представитель ответчика с иском не согласен. Утверждает, что публикация основывалась на реальных фактах. Слушаю вас, истец. Ваша честь, я профессиональная фотомодель. Стала жертвой папарацци. Подаю иск за клевету на журнал «Погорячее». Истец, клевета – это уголовное преступление. Насколько я понимаю, вы подаете иск о защите чести, достоинства и деловой репутации? Я требую официальной публикации извинений. Продолжайте. Дело в том, что мои фотографии появляются во многих глянцевых изданиях. Это нормально. В журнале «Погорячее» тоже появляются? Ну, дело в том, что в одном номере журнала «Погорячее» я обнаружила статью и якобы мои фотографии. На фотографии была вовсе не я, а девушка гораздо полнее меня. Так это килограмм на семь, можно сказать. Вы по фотографии можете определить вес? Ну, знаете, она выглядела просто намного хуже меня. Это не модель, это какая-то свинья. Так, а лицо было ваше? А лицо было мое. То есть вы считаете, что журнал, как вы говорите, «Погорячее» специально опубликовал фотографию вот этой полной дамы с вашим лицом? А зачем ей это нужно журналу? Я не знаю, может быть, какие-то свои личные мотивы были. Фотографии у вас с собой? Да, конечно же. Предъявите, пожалуйста, через приставы. Пожалуйста. Тут также расторжение контракта с модельным агентством «Юстудия». Дело в том, что модельному агентству «Юстудия» я обещала сниматься в нижнем белье именно той фирмы, с которой у меня заключен контракт. На фотографии девушка в трусиках совершенно другой фирмы, в которой я не должна находиться. На этом основании с вами был прекращен трудовой договор? Да, совершенно верно. И вы можете сравнить фотографию и мое тело. Вы совершенно убедитесь в этом, что... Подождите, «Юстец», подождите раздеваться. Вот, смотрите. Там тело совершенно другое. Оденьтесь, «Юстец». Дело в том, что еще был конфликт с моим любимым человеком, поскольку он узнал о том, что опубликованы мои фотографии в голом виде, да еще с такой фигурой в журнале. И у меня произошла с ним крупная ссора. Подождите, «Юстец», «Юстец», вы же говорите о том, что у вас был контракт, о том, что вы снимаетесь в белье определенной фирмы. А вы говорите, и здесь нет обнаженной натуры. Что не понравилось? Там есть обнаженная натура. Я там в трусиках. Но дело в том, что это не я. И трусики там совершенно другой фирмы, в которых я не должна... То есть что, вашего молодого человека оскорбилось, что это не вы, что ли, в журнале? В том, что там жирное, что я там вообще... На что, он не видит, какая вы на самом деле? Или ему важнее, как вы выглядите на обложке журнала? Дело в том, что я там голая, в одних трусиках. Понятно ваша позиция, естественно. Ответчик, вы признаете иск? Не, ни в коем случае. Почему? Ну, потому что, вы знаете, у нас журнал имеет договор, в общем-то, с этой компанией, с этим агентством, которое предоставляет нашему журналу свои материалы, фотографии. И все это проходит через менеджера. Эта компания, менеджера. Она, кстати, здесь. Так менеджер вашего журнала? Нет. Нет. Агентство, с которым мы имеем договор, агентство нам поставляет материал. Понятно. То есть, это агентство, с которым договор имеет истец. Наш журнал имеет договор с этим агентством. Понятно. Агентство и студия. И для этого агентства мы всегда печатаем материал. Понятно. Ответчик, пригласите, пожалуйста, свидетеля ответчика. Свидетеля ответчика, пройдите. Пригласите. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Пуговкина Анжела Федоровна. Вы где работаете? Я работаю менеджером, пиар-менеджером в модельном агентстве «Ю-студия». Скажите, пожалуйста, истец работает в вашем агентстве? Работала. Понятно. А вы знакомы с ответчиком? Да. Да, конечно. Вы знакомы с ответчиком? Да, да, да. Анжела Федоровна, материал для вот этой публикации в журнале готовили вы? Я могу заявить только одно сейчас на суде. Фотографии у нас в агентстве делаются двумя путями. Первое. Модель приносит фотографии сама. Второй путь. Наш фотограф делает эти фотографии. В данной ситуации эта моделька принесла сама свои фотографии. Да что ты говоришь? Молчать. Я отнесла эти фотографии уже в издательство этого журнала. То, что есть, то я и отнесла. Ты хочешь сказать, что я такая жирная и была? Помолчи. Это суд решает, молчать кому-то здесь в этом зале или нет. Извините, извините, Ваша честь. Слушаю вас. В мою компетенцию не входит следить за ними, чем они занимаются, что они делают, что они носят, что они не носят, какие трусы они одевают по утрам, какие снимают, может они вообще без трусов ходят. Это требование контракта, чтобы я появлялась в белье определенной марки, с которой у меня контракт. А на фотографии трусы совершенно другой марки. Анжела Федоровна, я так вас понимаю, что фотография, которая опубликована вот в этом журнале, принес сам истец? Да, совершенно верно. Она принесла эти фотографии лично. Я уже отнесла. Это ее фотография. Истец, как вы можете это объяснить? Я могу объяснить, что это фотомонтаж. Потому что лицо мое, а тело совершенно не мое. Это, видимо, у нее какая-то личная месть. Это неправда. Это неправда. Это неправда, что... Естественно. Естественно. А у свидетеля что? Есть повод для личной мести? Я думаю, может быть. Может быть, она имела виды на моего парня и тем самым решила мне таким образом отомстить. Я совершенно... Я ни о каком парне не слышала. Свидетель, в каких отношениях вы с истцом? Ну, ни в каких. Я... У вас деловые отношения или товарищеские, близкие, товарищи, подруги? Никаких товарищеских, как вы выразили, неблизких у нас не существует. И не существовало никогда. А то, что она говорит, что это не ее фотография, это неправда. Посмотрите на нее. Жирная. Ну, жирок там. Проглядывает. Что ты, сучка? Жирная, еще раз жирная. Вобла моченая. Суд так не считает. Но продолжайте, свидетель. Я могу сказать, почему она пожирнела, подурнела. Все девочки, которые у нас участвуют в дефиле по нашей необятной родине, матушке, они после работы идут отдыхать. Моются, чаек пьют и идут отдыхать. Это же модель К. Идет в рестораны со своими спонсорами, с работодателями. Это уже не касается. Пьет, выпивает до утра. С кем я добью, с кем я жираю. Живет, что дадут, что возьмем. Тебе что, завидно, что ли? Мне не завидно. Потому что тебя не приглашают. Мне совершенно не завидно. У меня есть прекрасная работа. Свидетель. А зачем фотомонтаж делать? Свидетель. Какой фотомонтаж? О чем ты говоришь? Это можно не преразобачить. Свидетель. Извините. У суда складывается впечатление, что у вас какая-то личная неприязнь к ИСУ. Может быть, это соответствует действительности? Вы знаете, это у вас, простите, пожалуйста, это у вас ошибочные впечатления. Понятно. Я совершенно... Свидетель, у меня к вам еще вопрос. Да, пожалуйста. А есть ли у вас вот эти вот какие-то фотографии или портфолио или что-то там еще? То есть исходные материалы, которые представил истец в журналах? Ваша честь. Они у меня. Они у вас? Они у меня. Передайте, пожалуйста, через приставо. Прошу. Истец, подойдите к суду, пожалуйста. Подойдите к суду. Это ваша фотография? Да, это моя фотография. Займите место. После изучения документов, которые были представлены сторонами, суд пришел к выводу, что это фотомонтаж, свидетель и ответчик. Вот так вот. Потому что поворот головы истца не соответствует общей тени на фотографии. Суд удаляется для вынесения решения. Но журнал тут ни при чем. Прошу всех встать. Он не допустит беспорядка в суде. Заклейте, пожалуйста, ответчику рот. Судья Николай Бурделов. Ответчик, я штрафую вас на 2000 рублей. Судья Николай Бурделов. Самый строгий судья. Я хочу выслушать вашего мужа, а вы пока помолчите. Смотрите программу «Судебные страсти с Николаем Бурделовым». Слушайте, дело окончено. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Токаревой к журналу «Погорячее» о защите чести, достоинства деловой депутации, решил. Требование Токаревой удовлетворить частично и обязать ответчика опровергнуть сведения, размещенные в журнале «Погорячее», и взыскать в пользу истца 10 тысяч рублей. Вам, ответчик, суд разъясняет, что согласно 152-й статье Гражданского кодекса, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь и достоинство или деловую репутацию сведений, если распространившие такие сведения не докажут, что они соответствуют действительности. Суд не счел ваши доказательства убедительными. Решение вам понятно? Понятно. Слушание дело окончено. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Взыскать с ответчика 10 тысяч рублей. Далее в программе. Малец. О, Боже. Я не хотел это делать, но сколько... Ну, все-таки это сделали. Арендатор квартиры перестал платить за жилье. Хозяйка обратилась в суд. Аргументы, с помощью которых молодой человек доказывает свою правоту, открыли ужасную тайну мужа Самойловой. В иске обозначены три апельсина. Вы подтверждаете, что вы беременна от ИСЦА? Да. От кого я еще могу быть беременна? Я не знаю. И вы в стриптиз-клуб пошли с пенсионными деньгами. Судья Николай Бурделов рассматривает любые иски. «Самые скандальные дела» в программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Приставы выведите из зала. Истец Жанна Самойлова обращается в суд с иском о возмещении материального ущерба в размере 24 тысяч рублей. Ответчик Константин Зотов с иском не согласен. Считает, что аренду квартиры оплачивал регулярно в соответствии с договором. Прошу садиться. Слушание дела объявляю открытым. Истец Жанна Владимировна Самойлова. Правильно? Да, Ваша честь. Расскажите суду суть ваших требований исковых. Ваша честь. Мы с моим мужем в течение почти двух лет сдаем квартиру вот этому молодому человеку. Дело в том, что он первое время платил довольно исправно за квартиру. А последние полгода почему-то стал платить то за 28 дней в месяц вместо 30. Ну правильно, почему я же должен платить, если я там не проживал в этой квартире? То 25. Простите, а кто же я там проживала? Я не жил в этой квартире. Я квартиру вам не говорю или кому? Истец. Мы с вашим мужем договорились. Вы с судом разговариваете или с ответчиком? Простите, Ваша честь. Ну и решали бы тогда до судебного заседания свои проблемы. Я пыталась с ним решить свои проблемы, но вы понимаете, что мне кажется... Договор найма квартиры у вас зарегистрирован? Да, конечно. Я все исправлю. Передайте, пожалуйста, судебному приставу. Пожалуйста. За 23 дня вместо 30. Простите, но если он куда-то уезжает, почему я-то должна страдать от этого? Я его уже накопила 48 дней. 500 рублей в сутки. И этот молодой человек постоянно твердит, что спросите у мужа, спросите у мужа. Ну все правильно, потому что... Причем тут мой муж? Потому что он... Муж живет у меня, простите, в моей квартире. Послушайте, Жанна Владимировна, ваш муж... Истец. Вы договор подписывали? Я подписывался. Так вот будьте добры его выполнять. Вы разговариваете все-таки с судом, а? Простите. Время только отнимаете. Так все-таки вы пытались разрешить этот вопрос мирно, без суда? Пыталась, конечно. Как реагирует ответчик? Я же препон проходила для того, чтобы сюда прийти. Ответчик, вы признаете иск? У него только одна фраза. Я не признаюсь. Все понятно. Признаете иск? Я не признаюсь, потому что ситуация была таким вот образом. Ваш муж подошел ко мне и сообщил, что ему нужны определенные дни в определенных месяцах. Я ему пошел навстречу, и он эти дни жил в этой квартире. Опять какие-то начинается ваш муж? Ваш муж. Ваш муж. А кто еще? Я не мужу сдаю квартиру, а вам? Но если ваш муж... Договор вы подписывали? Мы с ним договорились. Ответчик, разговаривайте с судом, а не с отцом. Значит, муж Жанны Владимировны... Так. ...решил этот вопрос со мной. То есть мы с ним договорились о том, что эти дни он будет проживать в этой квартире. Какие дни? Ну вот там в одном месяце два дня он просил меня пожить, в другом месяце три дня. То есть вот так в совокупности скопилась сумма 48 дней. Вы составляли какой-то дополнительный договор? Какой чё? О том, что вы не оплачиваете эти дни, которые не проживали. Это был устный договор. Это устный договор? Да, это устный договор. Истец, вы разговаривали с мужем по поводу неоплаты вот этих нескольких дней в месяц? Ваша честь. Да. Мой муж очень занятый. Так. Человек действительно и заниматься какими-то денежными делами... Вы обращались к мужу. Заключал ли он устный договор с ответчиком? Да нет, конечно. Не обращались к мужу. Он мне ничего просто по этому поводу не говорил. Если бы что-то было, у них какой-то договор, у мужа бы не принял сказать. Ответчик, всё-таки у вас есть какие-то подтверждения того, что вы договорились с мужем и сца? Нет, у меня есть подтверждение того, что муж Жанны Владимировны приезжал в эти дни, когда меня не было в этой квартире. Какое ли это? Муж приезжает, хозяин приезжает в собственный дом. У меня есть доказательства. Какие доказательства у вас есть о том, что он приезжал в квартиру? Нет, возле этого дома есть охраняемая стоянка, и на этой охраняемой стоянке ведётся журнал учёта приезжающих автомобилей. А что, он имеет право приехать в собственную квартиру? Конечно, имеет право. Но самое интересное, что... Ну что это за глупость? Он приезжал не один. С ним была попутно ещё приезжала одна машина. Я не знаю, почему это. Возможно, что это его личные вопросы. А что, у нас уже ограничено количество машин на стоянке, пока у нас ещё нет. У меня есть доказательства того, что он приезжал в эти дни. В эти дни он приезжал и... Ответчик, у меня вопрос к вам. Вот когда муж ИСА приезжал в их квартиру, он заранее вас предупреждал? Да, он предупреждал меня заранее, что он будет приезжать в эту квартиру для своих целей. Где вы находились в это время, когда он приезжал? Я жил на работе, я жил у друзей, я жил где только попал. То есть вы договорились с мужем ИСА о том, что он приезжает на несколько дней. Истец, прекратите, пожалуйста, разговор. Итак, вы договорились с мужем ИСА о том, что он приезжает на несколько дней в квартиру, которая сдаётся вам по договору найма и проживает в ней. Да, так и есть. Вот эти дни, когда у меня не было в квартире, его машина... Вы фиксировали даты этих приездов и даты проживания? У меня есть всё есть. Всё есть? Да, все документы подтверждают, что в эти дни меня не было, а был ваш муж в этой квартире. Что это за документы? У меня есть книга учёта транспорта, приезжающих на территорию этого охраняемой стоянки. Муж приезжал, чтобы деньги вот эти вот с вас приезжали, наконец. То есть, ещё раз, книга учёта о том, что муж ответчика, муж ИСА приезжал на стоянку этого дома? Да, да, да. Ну и что? Ну, в те дни, когда меня не было в этой квартире. То есть, он приезжал в те дни, когда мы с ним договорились. А какие у вас есть доказательства, что вы в этот момент не проживали в этой квартире? Какие у вас договоры, господи? Я-то вас уважала, а вы как-то мальчишка какой-то. Я прошу вас, помолчите, пожалуйста. Я работаю в крупной компании холдинговой и занимаюсь многими компьютерными программами. У меня сложилась достаточно серьёзная репутация в этой компании, потому что мне доверяют. У меня нет смысла вас обманывать. Вы думаете, что эти деньги за оплату, возможно, я себе там в карман краду, что-то ещё. Нет. Вот, просто мы об этом до этого говорили. Но на самом деле ситуация такая, что муж, ваш муж сообщил мне, что ему нужна эта квартира. Я много раз уже, я уже десятый раз об этом говорю. И у меня есть документы, подтверждающие то, что он в эти дни приезжал. Потому что на самом деле охранники записали его номер. Записали номер автомобиля. Записали, самое интересное, что Яков приобрёл себе информационную базу. И вот вторая машина, которая приезжала весь с вашим мужем, оказалась владелица Наталья Воронова. Она является... Секретарша. Секретарша. И чего же в этом особенного? Ну, я не знаю, что в этом... А как, подождите, одну минутку, а как это вы узнали? Из каких это баз? Информационная база, в принципе, можно по номеру узнать, кто владелец. Это я в своих целях узнал для того, чтобы оправдать себя, что я не умышленно, скажем так, не оплачиваю. Потому что мы с вашим мужем... Отвечем. И что, вы рассказывали ИСУ о том, что вы занимались вот такой разведывательной деятельностью? Вы вот это фиксировали всё для того, чтобы оправдаться перед ИСУ, когда это будет необходимо? Я, просто общаясь с вашим мужем, понял, что он не очень чист на руку, если так вот сказать. И от него можно всего ожидать. Я не думал, что он не сказал. Что в этом страшного, я не понимаю. Что в этом страшного, что муж приезжал в собственную квартиру, чтобы требовать к вам ваши же деньги, наши же деньги с вас? Вам есть ещё что добавить? У меня есть доказательства, которые не хотелось бы показывать, не хотелось бы вам говорить, потому что я очень сильно вас уважаю как человека, как человека, который мне помог в плане квартиры. Какие доказательства, ответчик? Я на мониторе установил камеру, веб-камеру. И эта камера сняла небольшую такую ситуацию, которая вам, возможно, не понравится. Ну, не ответчик, а разведчик какой-то. Так, ну и где эта камера? Я с мужем и понимаю, что это за человек. Где камера стояла? На мониторе? На мониторе. И у меня есть информация, подтверждающая... Ну, так как на мониторе в квартире, которую вы арендуете? Да, да. И у вас есть какие-то... Вы готовы приобщить эту камеру к материалам дела в качестве вещественных доказательств? Да, я готов приобщить, чтобы вы... Передайте кассету, пожалуйста, судебному приставу. Заниматься, подсмотреть. Если он вам это раньше не сказал. Ты просто... Ну, возьмите. Боже мой, да чего же дошли, молодой человек. Я-то вас уважала. Фу. Да вы просто негодяй какой-то. Жанна Валентиновна, Владимир Ивановна... Так, ответчик, что на этой кассете? На этой кассете есть небольшая, скажем так, сценка, где два человека делают определенные действия. Возможно... Что это за два человека эти? Муж. Муж истца? Муж истца. И я подозреваю, что это Наталья Воронова, секретарь как раз-таки мужа вашего. О которой вы говорили ранее? И которую вы установили по номеру машины? Да. Понятно. Судебный пристав. Обеспечьте, пожалуйста, просмотр кассеты. Секретарь, если попить чай и заниматься вот этими вот грязными какими-то подсмотрами... Посмотрите видео, вы сразу все поймете. Смотрим сюжет. Вот диван, вот муж ваш, вот цветок. Не надо комментировать. Я не знаю свою квартиру, что ли, или я не знаю своего мужа, конечно. А вот, вот, кто это еще? Мне не хотелось это делать, но... Слушайте. По каким признакам вы установили, что эта квартира ваша? Ну, ваша честь... Ваша честь... Боже! О! Боже! О, Боже! Я не хотел это делать, но... Ну, вы все-таки это сделали. Ну, потому что, я так думаю, что в худшем случае с меня взыскали эту сумму. Потому что мне нужны были доказательства. Мне, понимая, общаясь с этим человеком, я понял, что нужно доказать свою правоту. Вот таким вот образом. Итак, ответчик, вы настаиваете на том, что вы не проживали в этой квартире в течение 48 дней? Да, в совокупности. В совокупности. Вы просчитали, и все это вот отражено вот в этих документах. Да, совершенно верно. Понятно. Истец, вы продолжаете настаивать на своей мысли? Я понимаю, истец, ваши чувства, но все-таки мы должны принять решение. Вы настаиваете на удовлетворении вашего искового заявления? Нет, Ваша честь, конечно, нет. Простите, Константин. Что-то удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Смотрите в следующей программе. У нас интимные отношения дошли до того, что она приходила изо дня в день ко мне в палату. Наклонялась ко мне. Ну и какие-то интимные отношения. И своими этими голыми прелестями. Роман Сергеевич за день до смерти завещал квартиру медсестре. Сын уверен, что отец в этот момент был невменяем. А медсестра утверждает, что завещание – результат внезапно вспыхнувшей любви. Вот, мама, давай вот эту шубу. Я тебе с 10 передаю, пожалуйста, давай носи. И все. Спасибо. Спасибо, дорогая. Требование матери о выплате алиментов сын воспринял как личное оскорбление. Невестка настаивает, что свекрови нельзя давать деньги, потому что они куда-то бесследно исчезают. Что может быть лучше, нежели оказаться с любимым человеком на необитаемом острове? Да ты просто подлец, подлец. Закрой рот! Коварный план лучшего друга разрушил семью. Во время подаренного им свадебного круиза, молодожены оказались на необитаемом острове, где чудом остались живы. Если ваш иск не принял ни один суд, не расстраивайтесь. В программе «Судебные страсти с Николаем Бурделовым» вы увидите дело, подобное вашему. Смотрите программу «Судебные страсти с Николаем Бурделовым». Оглашается определение. Мировое соглашение между истцом Самойловой и ответчиком Зотовым утвердить. Вынося данное определение, суд руководствовался частью 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которая позволяет ИСЦУ изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, либо отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Истец, я напоминаю вам, что закон не предоставляет вам право на повторное обращение в суд по тем же основаниям и по тому же предмету. Слушание дело окончено. Решение суда. Мировое соглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин